9 ноября Тольяттинский госуниверситет в рамках Всероссийской просветительской акции пригласил школьников и студентов образовательных учреждений городского округа Тольятти на открытую лабораторную. Формат открытый лабораторный дает возможность каждому желающему старше 12 проверить собственную картину мира на соответствие естественно-научным знаниям. В лектории молодежного медиахолдинга «Есть толк» для собравшихся увлекательную лекцию «Металлы будущего и неочевидные области их применения» провел кандидат в физико-математических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ Михаил Линдеров. Хочется немножко рассказать про те области, где я более-менее компетентен. Соответственно, я и затрону только те металлы, с которыми я непосредственно сталкивался, поэтому так и выгодно. Завлап рассказал школьникам и студентам об использовании скандия, алюминия и титановой авиации и применении палладия в хирургическом лечении. Сейчас это все увидели медики и захотели фактически сделать так называемые вечные кости. Ну, потому что организм все-таки человека очень агрессивный в этом плане, то есть если посмотреть те суставы, которые продаются, надо мелким шрифтом читать, у них там срок годности, но если мы менять собираемся сустав, у них там может быть 10, 20, ну максимум 50 лет. С таким титаном легированным палладием у него будет 150 лет, столько даже не надо. После лекции участники акции написали лабораторную и подробно разобрали с преподавателем каждое задание. Сразу после подсчета результатов лабораторной были определены участники, набравшие наибольшее количество баллов. В принципе, я вчера сам получил вопросы, сам на них отвечал. Я на многие не смог ответить, поэтому это все нормально. Это как раз хорошая проверка, хорошая стряска для мозгов. То есть так жизнь устроена, что нам все время приходится принимать решения в нестандартной ситуации. Вот такая имитация нестандартной ситуации, только в рамках ограниченного времени и разных вопросов. Победители получили призы от издательства «Альпина Нонфикшн», музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и других партнеров акции. А еще для участников открытой лабораторной был проведен розыгрыш мерча ТГУ. Специальными призами были награждены самый юный и самые взрослые участники просветительской акции. Это мероприятие проводится по всей России. Нам было очень интересно поучаствовать в новом. Узнали мы и из лекций про материалы, многое что интересное, и из вопросов некоторые были интересны. Сегодня тема, например, была про металлы. Было интересно узнать необычные факты. Практически это для расширения кругозора, для того, чтобы люди больше внимания уделяли науке, так как она очень интересная. Я сегодня узнала из нового про то, что Apple выпускали что-то наподобие телефона. И я вообще не знала о этом приборе раньше. И тут мне даже стало очень интересным почитать про историю. На базе Тольяттинского госуниверситета открытая лабораторная прошла уже во второй раз и собрала более 70 человек. Увлекательное путешествие в мир науки на этом не заканчивается. Следите за событиями в Тольяттинском госуниверситете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова